Поправки к Конституции обсудят с президентом. Так сегодня решили члены коалиции, не сумев договориться, что делать с новой спорной редакцией 81-й статьи Сатверсме. Она предусматривает возможность Кабинету министров в чрезвычайных ситуациях издавать правила, которым не нужно одобрение Сейма. Мы договорились, что руководители фракции Сейма пригласят нашего президента на дискуссию о возможных изменениях Сатверсме, так как в законе по-настоящему не оговорено, каким образом действовать правительству и Сейму в такие чрезвычайные ситуации. И речь идёт о возможной новой редакции 81-й статьи. Напомню, в правительстве, в отличие от Сейма, представлены лишь коалиционной партией. Если Кабинет министров также станет законодательным органом, у оппозиции не будет возможности высказаться и проголосовать за любые изменения. 81-я статья Сатверсме была исключена из Конституции Латвии 13 лет назад. Вернуть её предлагают из-за того, что у парламента во время режима чрезвычайной ситуации в стране возникают проблемы в работе. Отмечу, сегодня члены коалиции также договорились продлить выплаты пособий по безработице тем, чей срок пособий подошёл к концу во время кризиса, вызванного распространением COVID-19.